Я хочу рассказать вам историю женщины, которую вы все видели, которую никто из вас не знал. Вы ее встречали ежедневно на бале, в театре, на гулянии, у нее в кабинете. Теперь она уже сошла со сцены Большого Света. Ей 30 лет, и она схоронила себя в деревне. Но когда ей было только 20, и весь Петербург шумно занимался ей продолжением целой зимы. Об этом совершенно забыли. Слава Богу, потому что иначе я бы не смог печатать в своей повести. В обществе про нее было в то время много разногласных толков. Старушки, говорили они, что она прихитрая и прелукавая. Приятельницы, что она прелупенькая. Соперницы, что она придобрая. Молодые женщины, что она кокетка. А раздушевные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалели, что такой правильной, свежей красоте недостает физиономии. Тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выражения в ее лице заменяет все прочие недостатки. Притом муж ее, 50-летний мужчина, имел графский титул и сомнительное огромное состояние. Всего этого кажется довольно, чтобы доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.